Курс молодого бойца в шести мастер-классах для десятиклассников петрозаводских школ подготовили руководители и учащиеся кадетского корпуса имени Александра Невского. Всё в традициях известных военных слётов. Станции строевой физподготовки не то, чтобы вызывают в школьниках энтузиазм, а вот практические занятия с оружием вовлекают сразу. Разборка и сборка автомата им даётся непросто, хотя кадет-шестиклассник справится с этим меньше, чем за 20 секунд. Но для того кадеты и находятся на станциях, чтобы помочь своим гражданским коллегам. Стрельба стоя, сидя, лёжа, с пистолетов и винтовок. Следующая станция – стрелковая подготовка. В кружке несколько видов пневматики – от самых простых до профессиональных. Вместе с ребятами проверяем свою меткость. Пневматическая винтовка МР-512 используется для обучения начальной стрельбы. Конечно, это простой вариант оружия, но арсенал у кадетского корпуса серьёзный. Ну, будем считать, что один выстрел был пристрелочным, а другой – зачётным. Дальше – радиационная, химическая и биологическая защита, или, как сказали бы в армии, резиновый день. Задача не только быстро, но и правильно надеть РХБЗ-костюм. Сегодняшние сборы – один из этапов военно-патриотической программы «Авангард». Во всех регионах страны создадут центры с материально-технической базой для проведения патриотических игр, тренировок и, собственно, военных сборов для школьников. «Военно-патриотическое воспитание – это вещь, которую можно пощупать. Почему? Потому что потом мы уже видим, как ребята относятся к своей стране, к своей работе, к своему делу. Совершенно не обязательно, что пройдя вот эти сборы или пройдя вот эти мероприятия, они станут военными – нет. Важно, чтобы они были в первую очередь людьми, которые любят свою родину и которые при необходимости готовы ее защищать. Вот это вот самое главное. Поэтому, а какой выбор они будут делать – это у нас все дороги открыты». Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей.